Система школьного образования никогда не научит вас финансовой грамотности. Система школьного образования создана для того, чтобы научить вас, как быть наемным работником, врачом или адвокатом, специалистом. Но она не научит тому, как обращаться с деньгами. У моего отца была докторская степень, и он занимал пост министра образования. Однажды я пришел домой и спросил его, почему в школе нам не рассказывают о деньгах? Посмотрев на меня, он ответил, потому что государство не позволяет нам преподавать этот предмет. Правительство диктует нам, чему мы можем обучать, а чему нет. Мне показалось это странным, и я спросил, разве мы ходим в школу не для того, чтобы научиться, как обращаться с деньгами? В ответ прозвучало, нет, твоя задача – получить работу. Бедность передается, вас учат этому в семье, и быть представителем среднего класса вас также учат в семье. Поэтому люди, которые сейчас сидят дома и испытывают финансовые трудности, или просто беспокоятся о деньгах, или несчастны, они способны зарабатывать много денег, но не могут, потому что не любят свою работу. Скорее всего, вас этому научили. Ваше сверх-я учили. Устройся на работу и вкалывай. Или ты никогда не разбогатеешь. Или деньги – это корень зла. Либо чему-то подобному. Пока вы не поменяете свое мышление, деньги вам не помогут, правильно? Все верно. Мы знаем примеры, когда люди выигрывают лотерею, внезапно получают много денег, но при этом у них остаются все те же проблемы. Все дело в том, что бедность живет у них в душе. Да, это так. Если ты нищий, то так и останешься нищим. Людям это сложно понять. Да, ведь деньги так быстро исчезнут. Как и многие спортсмены, которые зарабатывают миллионы долларов. Уже спустя пять лет 65% из них становятся банкротами. Причина в том, что они родились в бедных семьях. Ты говоришь им об этом, а они просто приходят в ярость. Нет, во всем виноваты богачи. Вы, парни, обобрали меня до нитки, правительство меня обокрало. Но, к сожалению, как говорил мистер Липтон, это передается генетически. Когда я выдаю вам зарплату, вы думаете, как наемный работник. В этом и есть ловушка. Предприниматели работают не ради денег. В тот момент, когда вы получаете зарплату, ваш мозг отключается. А пока вы испытываете голод, вы думаете. Люди говорят, так почему же ты не раздашь деньги бедным? Единственная проблема в том, что это порождает только больше бедных людей. Дайте человеку рыбу, и вы накормите его на целый день. Вы даете человеку рыбу и получаете еще больше людей, которые хотят получить еще больше рыбы. Но надо учить людей ловить эту рыбу. Но вы ведь настоящий Робин Гуд от мира знаний. Я вижу, как вы делитесь знанием, а богачи от этого не в восторге. И они говорят, не рассказывай им об этом, Роберт. Именно так. Не делись своими знаниями, пускай продолжают жить в нищете. Бедность всегда будет среди нас, потому что все начинается здесь. Она проглядывается в словах, а слова обретают форму. Когда они говорят, я не могу себе этого позволить, или у меня не получится, они сами принижают свои способности. Они становятся воплощением собственных слов. Я встречаю так много людей, которые говорят, я не могу себе этого позволить. Думаешь, я денежное дерево? Мой бедный папа говорил, ты что думаешь, я сделан из денег? Мне это не по карману. А мой богатый папа сказал бы. Поэтому ты такой нищий. Бедные люди говорят, я не могу себе это позволить, у меня ничего не получится, у меня нет времени на это. Для них это способ убежать, это побег. Легко сказать, мне это не по карману, или я слишком устал, или я не могу пойти в спортзал. Но ведь вы могли бы туда пойти. Но нет, я не могу. Правда в том, что вы слишком ленивы, чтобы пойти в спортзал. И вы осторожничаете и стараетесь лишний раз не рисковать. Да, ведь у вас есть стабильная работа. Что ваш богатый папа сказал бы вместо, я не могу себе это позволить? Как я могу себе это позволить? Как это сделать? Что для этого требуется? Или зачем мне это делать? Вопрос открывает сознание. А утверждения его закрывают. Поэтому, когда вы говорите, я не могу себе это позволить, ваше сознание закрывается. Вы становитесь воплощением своих слов. Знаете, люди говорят, мне не настолько важны деньги. Тогда, если деньги вам не настолько важны, то и вы не важны деньгам. Мне плевать на деньги. Тогда и деньги не ответят вам взаимностью. Слова обретают форму. Или, я никогда не стану богатым. Или мое любимое высказывание. Богачи такие скряги. Но это бедные люди проявляют жадность. Если подумать об этом, то для того, чтобы стать богатым, вы должны что-то отдавать миру. Я выпускал книги и игры. Я покупал недвижимость. Я обеспечиваю людей жильем. Предоставляю рабочие места и все остальное. Поэтому я и богатый. Но жадные люди ничего не создают. О, нет, это богачи и скряги. А я отвечаю. Эй, ты, фанат спорта. Ты показываешь пальцем вверх. А три остальных указывают назад. В твою сторону. И как мы знаем, сегодня существует большая проблема с неприязненным отношением к богатым людям. Мы все чего-то боимся. Честно говоря, у всех нас есть страхи. Но вопрос в том, как вы справляетесь со своими страхами. Эйнштейн говорил, воображение гораздо важнее знаний. Но знания усиливают воображение. То, что отсутствует у большинства людей, это практические знания о бизнес-процессах. Таких как бухгалтерский учет, долговые обязательства, налогообложение. Вы должны знать такие вещи. Но этому нас не учат в школе. Люди, которые боятся ошибиться, как этому учат в школе, никогда не достигнут успеха. Потому что с точки зрения философии, это выглядит так. Есть добро и есть зло. Есть правильное и неправильное. Есть взлеты и падения. Большинство людей хотят быть правы во всем. Или всегда быть уверенными в себе. Это невозможно. Такого не происходит в реальном мире. Каждый раз, когда я терпел неудачу, я говорю. Ну хорошо, какой урок я могу из этого извлечь? Причина, по которой среднестатистический человек живет в бедности, заключается в том, что он боится неудач. Он сильно осторожничает, чтобы не совершить ошибку, как этому его учили в школе. Это значит, он ничему не учится. Именно поэтому система школьного образования, по сути своей, испорчена. Это антиобразование. Я считаю, что большинство людей просто позволяет своим родителям или друзьям отговаривать себя вести полноценную жизнь, претерпевая как успехи, так и неудачи. Мы очень боимся потерпеть неудачу. Но благодаря неудачам мы растем. Наши школы наказывают нас за ошибки. Поэтому в мире так много людей, которые боятся признаться себе в том, что совершили ошибку или потерпели неудачу. Друзья, я был рад для вас перевести это видео. Если вам понравилось, ставьте лайк. Напишите в комментариях, с чем вы согласны и с чем не согласны. И палец вверх, если хотите видеть дальше такие видео на YouTube. Это видео озвучивал Павел Багрянцев. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok